Собственно, к этим статьям Алексей Навальный, да, и вел свою жизнь, и в какой-то момент действительно поверил в какое-то свое действительно особое предназначение. Теперь, вот биографию отставляем в сторону, что дальше? Когда Навальный уехал на зону, сразу стало понятно, что та структура, которую он руководил, вот этот пресловутый ФБК, он признан экстремистской структурой или нет, подскажите мне, пожалуйста. Да, экстремистская структура. Но вот с точки зрения дееспособности этой самой экстремистской структуры всегда были, ну, мягко скажем, большие сомнения. Я понимаю, опять-таки, что в 21 веке работают новые технологии, то есть обращаться к опыту ВКПБ там 1905 года, ну, довольно глупо. Ну, как глупо. Ну, как глупо. То есть вот технология борьбы за власть, она ведь на самом деле не меняется столетиями. То есть если ты борешься за власть, тебе нужны сплоченные единомышленники, там даже если это партия вождистского типа, то все равно как бы она объединена некой идеологической стратегией, а не только производством роликов про, значит, бесконечную эту страшную всепоглощающую русскую коррупцию. То есть коррупция или борьба с коррупцией не может быть идеологией, мягко говоря, как мне кажется. А плюс, ну, нужны структуры на местах. Учитывая, вот ты просто смотришь на карту России, то есть вот сколько тут, бесконечные тысячи километров какие-то, огромная размазанная страна в пространстве. То есть понятно, если у тебя нет настоящей гееспособной сетевой структуры с отделениями, ну, хотя бы там ста тысячниках, ну, значит, ты занимаешься чем угодно, но только не политической борьбой. И садь.